Медикус медико, амикус эст. Врач-врачу-друг. Переводит с латинского Людмила Савельевна Цилкович. Без своих коллег говорит, как генерал без армии. 40 лет она обеспечивает Самаре прирост населения. Работает акушером-гинекологом, заведует кафедрой в Самарском медуниверситете. На празднике, посвященном Дню Медика, Людмиле Савельевне присвоено почетное звание заслуженного работника здравоохранения Самарской области. Мы отвечаем за три жизни. Мы отвечаем за мамочку, за ее репродуктивный орган и за ее младенца и ребеночка. Безусловно, работа у нас очень интересная, работа очень важная и перед нами стоят очень большие задачи. Некоторых из тех, кому Людмила Цилкович помогает появиться на свет, затем лечит Маргарита Семина. К ней в кабинет дети приходят с испугом в глазах, а уходят с красивыми и ровными зубами. Врач-ортодонт уверена, найти общий язык с детьми помогает то, с чего начинается дружба – улыбка. Любые дети – это индивидуальный подход. И моя работа – это работа прежде всего в тендеме врач-пациент. А с учетом того, что у меня на приеме маленькие пациенты, поэтому мне кажется, что в свою работу я вкладываю все в свою душу. За последние годы, по словам специалистов, качество медобслуживания в регионе растет. Увеличилась рождаемость, снизилась смертность от инфекционных заболеваний. Чтобы повысить уровень подготовки кадров для медучреждений, два года назад восемь колледжей Самарской области перевели в ведение Минздрава. Это позволило сегодня увеличить количество медработников. Более 300 человек в минувшем году стали сотрудниками медицинской службы. Мы увеличили количество людей, работающих в сфере медицины за счет разных, скажем, дополнительных выплат. Пришли люди. 299 человек за три года пришло на село за счет вот этого миллиона дополнительных выплаты человеку. Для сельской местности, конечно, это тоже очень существенно. Чтобы жители губернии могли похвастаться богатырским здоровьем, в Самаре строятся перинатальные и кардиохирургические центры. В ближайшие три года в регионе появится порядка двух десятков новых лечебных учреждений. Половина из них в сельской местности. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.